Деградация Хованского из блогера Валкаши, разоблачение. Бля, давай глянем. Че там за деградация пиздецовая. Так, и че там за деградация? Чатиком? Я бы проиграл в Батл Пит. Всем привет, дорогие друзья. Как вы знаете, рубрика о похождениях пьяного мастера довольно популярна на этом канале. Зачастую видосы с его участием набирает нормально так просмотров. Однако пьяный мастер, этот чел довольно непредсказуемый. Сегодня он есть и генерирует контент, а завтра он уже снова в синем плавании. Ебать, он реально что-то с топора пьет? Вылазит из своей берлоги. Вообще, после просмотров моих роликов про Емельяненко, люди часто пишут мне, что благодаря этому перестали бухать или же стали больше следить за собой и начали заниматься спортом. Ведь такой вот живой пример – это лучшая антиреклама алкоголя. Однако есть и другие персонажи, глядя на которых, тоже пропадает желание бухать. Особенно если посмотреть на то, как подобные персоны выглядели пару лет назад и как они смотрятся сейчас. И довольно хорошим примером в данном случае является небезызвестный Юрий Хованский, который также имеет немалый опыт употребления алкоголя. Ой, бля, а не забывай, короче, ты можешь пить дохуя на самом-то деле и выглядеть охуенно. Допустим, извините, того же Коля Леду. Он бухает, по сути, особенно в туре, каждый день нахуй пил. И человек выглядит просто охуительно. Лучше, чем когда-либо. Поэтому не всегда. Просто еще идет суть в том, что если человек пьет, он еще, скорее всего, и дожирает до хера. В этом прикол сидит на месте, не двигается. Мазелов тоже пьет очень много, если что. Алкоголь, ну, по сути, от алкоголя, да, есть свои проблемы, но больше проблем вызывает именно сидящий образ жизни и огромное употребление всякой вредной пищи. Алкашки может нам подробно рассказать, как и что из напитков действует. Разные алкогольные напитки дают чуть иное опьянение. То есть, например, водочное опьянение, оно более агрессивное такое. Чего? Реально не различаются? Я первый раз об этом слышу. Моментами душевнее. Вино, оно скорее такое, развязывает язык. Пиво, ну, на мой взгляд, делает человека чуть более доброжелательным. Я не знаю, у меня вот любые напитки, которые я когда-либо пила, это одинаковое опьянение всегда. Просто зависит от того, сколько ты выпил. Ну, он рассказывает даже так, как будто, ну, типа, чувак просто рассказывает о напитке разной крепкости. Если бы все было по 40 градусов, естественно, тебя бы, ну, всегда бы сразу въебывало. Тот же абсент, как будто немножко креативнее тебя делает. Да, сенсей знает толк в том, что говорит. И он также знает, что алкоголизм так просто не побороть. Еще 8 лет назад Хованский говорил о том, что имеет проблемы с алкоголем. И уже тогда были попытки бросить все это дело. На одном из таких роликов герой нашего видео даже было заявил, что без алкоголя чувствует себя неполным. Вся моя жизнь без алкоголя обрела какую-то пустую... Капец, он здесь худой. Ломка здесь ни при чем. Причем, стоп, это же было относительно недавно. Я же помню, у него хата появилась, по-моему, в году 17-18. Пизда. Проблема, скорее, психологическая, понимаете? Я не то, что чувствую себя каким-то больным или меня трясет, как хочется выпить. Я чувствую себя неполным. Я чувствую жажду. Не в смысле жажду, как будто вы попусты. Давно жене, 5 лет назад. Но на самом деле 5 лет назад не так много, как вы думаете. Это довольно частая проблема для людей с этим явлением. Из-за регулярного употребления появляется чувство некой пустоты. Человек банально не понимает, чем ему заниматься и как вообще жить без алкашки. Да и сам хаван... Ну, кстати, тут он фактит. Реально, есть такая херня у людей, которые постоянно выпивают алкоголь и вообще не понимают, как себя чувствовать без алкашки и просто не создают мир. Тут как бы ютубер правильно говорит, абсолютно правильно. Поэтому, говорю, нельзя воспринимать алкоголь как постоянный такой, знаешь, рискнув сказать, стероид ежедневный. Просто как если расслабиться в какой-то компании, и то не всегда. То есть я, допустим, когда выхожу в какие-то компании, в зависимости от того, что меня ждет в следующий день, я ограничу у себя или нет выпавки спиртного. Ну, потому что, мне кажется, это как минимум правильно. То есть если у меня ничего не будет завтра, и как бы я могу, то почему бы нет. Но ужрался я в последний раз очень сильно только 31 октября. После этого опять я не ужираюсь вообще. Ну, потому что... Ну, блядь, тогда я пизда ужрался. Мне так было плохо на следующий день. Но я сам виноват на самом-то деле, потому что мы сначала пили один напиток, потом он закончился, и мы такие, давайте закажем еще. Заказали бутылку и просто начали бухать до свинства. Неоднократно говорил, что не знает, чем ему вообще можно заменить алкоголь. Это также распространенная проблема для алкоголика. Они буквально не понимают, как жить без бутылки и не видят радости в обычных вещах. А если быть точнее, не видят радости вообще ни в чем, кроме алкашки. Кроме того, обращает на себя внимание огромное количество роликов на канале Хованского, в которых он делал своего рода челлендж. По типу... А у него же пизда, у него там какая-то была ситуация, по-моему, то ли с печенью, то ли еще с чем-то, он же на операции был. И так-то ему вообще нельзя пить, но он все равно продолжает. Это на самом деле... Ну, я думаю, он сам понимает, сколько у него проблем эта алкашка вызывает. Просто как бы человека осуждать за это, ну, хз, это просто, ну, очевидно, у человека есть определенная привязанность к алкоголю. Типа сидеть, говорить, бля, ебать ты долбоеб, ну, как пример, наверное, хороший для людей, чтобы понимали, что пить нужно в меру. Ну, Юра сам понимает же это определенно, он сам понимает, что это плохо. Ну, как бы, он говорил про это не раз. Он сам уже сделал выбор и все. Пить 30 дней или 90 дней и все такое. И после одного такого челленджа он таки смог очень хорошо преобразиться, скинул лишний вес, стал в целом выглядеть более здоровее и свежее, но потом снова пристрастился к бутылке и начал бухать на регулярной основе. И осознания самой проблемы у него нет в полной мере. Он вообще это за проблему толком-то и не считал. И постоянно на своих стримах и видео говорил о том, что просто живет в свое удовольствие и ему нравится бухать. Я не знаю, почему я получился таким несовместимым с трезвостью. Может, под счастливой звездой родился. Может, алкоголь выбрал меня, блядь, своим воплощением на земле. Аватаром, нахуй. Ну, уж хотя бы на русском ютубе, блядь. И, кстати, я неплохо справлялся, пока внутренние органы не начали отказывать. Но, в целом, мне всегда это нравилось. Я никогда не доставлял никому особых проблем. Ну, там, мог заблевать кому-нибудь что-нибудь там лучше. С одной стороны, он действительно вроде никому вреда никакого не приносил своими пьяными выходками. Как тот же Емельяненко, например. Ну, кстати, я тоже не слышал Хованской таких историй. Ты и дебоширил, и сел на зону за изнасилование. Но, с другой стороны, жизнь в таком стиле, это тоже до поры до времени. Сегодня он никому вреда не приносит, а завтра начнет приносить. Ну, кстати, не обязательно, на самом-то деле. Это зависит от человека. Ну, то есть, если ты бухаешь и просто, ну... Он, короче говоря, он пьет и расслабляется. Ему вообще похуй на то, что происходит вокруг. То есть, с ним точно никаких проблем не будет. Это, конечно, можно говорить, что ты не можешь быть уверен. Так мы не можем быть ни в чем уверены. Так можно говорить про все что угодно. Сидит человек, живет один, никого не трогает, а потом выходит на улицу и начинает устраивать резню там. Ну, осуждая, конечно. Поэтому так вообще про все что угодно можно говорить. В данном же случае, если смотреть то, что происходит, больше шансов того, что он не сделает ничего, чем сделает. Вот так, да? Ну, СМС сам думает. Да там с НОИЗМС отдельная история, ребят. Там и так нихуя непонятно. Там то ли НОИЗМС, блядь, доебался, то ли Хованский доебался. Там такая долгая история. Это явно на алкашка повлияло там в меньшем проценте. Там все еще было готово еще до-до-до-до. Понимаете? Алкоголизм имеет несколько стадий. Чтобы допиться до второй или третьей, как у Емельяненко, должно пройти много лет. Часто даже больше десяти лет. Нет, но СМС плохой пример. Это потому, что это конфликт, не который начался с одной тузы. Это конфликт, который еще развивался до. Да и кроме того, у Хованского случаются запои, из которых ему весьма трудно выйти. У нас тут произошла достаточно интересная ситуация. Я спал в запой на месяц или... Я уже не помню, когда это началось. Но это началось примерно во время конфликта с продюсером, с психопатом Джеком, блядь. И я, походу, ебнулся. Поэтому ни о каком контроле ситуации речи быть не может. Если же оценивать деятельность нашего сегодняшнего героя в последнее время, то можно заметить, что он очень сильно изменился внешне, да и банально изжил себя как блогера. Просмотры, само собой, еще есть, хотя упали значительно. Но аудитория стала массово от него отписываться. За последние месяцы прироста аудитории не было вообще. Были только отписки. И канал, по сути, развивается в отрицательном направлении. Хованский пробует делать различные кликбейтные заголовки, чтобы привлечь внимание. Но этот трюк банально не работает. Мужик, как в смысле не работает? Ты сам показываешь, как сидел Эдвард Билл. 400 тысяч просмотров рядом, 200 тысяч просмотров рядом, 200, 200, 300, 220. Ну вот какие-то ролики там заходят под 100. Мужик, по-моему, это охуенная стата, не? То есть ты сам типа разъебываешь, и у него стата, в принципе, ну приятная. Очень приятная. Учитывая, что он в определенное время сидел, у него алгоритмы отшибло, считай. Потом у него там отдельные истории, получается, которые заставляли его контент поменять, или отношение аудитории к нему. Ну я хз, нет, нет, вот этот момент с ютубом мне вообще не особо зашло. Уже, и ролики... Ну это, он просто как бы показывает скриншоты, и они не совпадают с тем, что он говорит. Собирает относительно мало. В смысле относительно мало? 200 тысяч просмотров это мало? Блять, подожди, то есть, что, он должен каждый ролик миллион собирать, или что, относительно мало? Я просто не понимаю. Лайков и комментарии, с учетом того, что канал имеет число подписчиков более 4 лямов, а комментов там часто 300-400, что очень мало для блогера такого вот уровня. Блять, мужик, блять, он походу еще не выкупает... У меня зачастую комментов под роликами намного больше. Вот. Так подожди, вопрос в том, какой ты еще контент снимаешь? Если ты снимаешь контент чисто с обсуждением людей, которые байтят на что-то... А, ну ты так и делаешь. Ты так и делаешь с обсуждением людей, хотя просмотров на самом-то деле у тебя все равно меньше, чем подписчиков, как бы, в условии того, что у тебя, ну, половина от этого. Очевидно, что просмотров будет меньше, чем подписчиков. Так всегда было, так работают. Блять, плюсы байтовые. Блять, бать сравнил. Ну, короче, хозе, чел как будто сам не понимает, как работает ютуб. Я не знаю. Вот, например, один из последних роликов нашего сегодняшнего... Просто аналитика нахуй уровня гений. Второе. Если глянуть комменты под ним, то они вообще либо стебные, либо банально там люди пишут о том, чтобы он привел себя в порядок. И тут сложно с ними не согласиться. Видок уховы действительно печальный. И очень даже видны на лицо последствия хронического алкоголизма. И видно, что он уже не в состоянии помочь себе самостоятельно. Ранее видосы с его участием смотрели, потому что периодически происходило что-то интересное. То конфликты с блогерами, то его заключение в тюрьму. Все помнят, какой тогда был ажиотаж вокруг его персоны. Потом переезд в Сербию и много других моментов. Сейчас он вошел в такую стадию, когда делает просто все по инерции. Запишет что-нибудь там бухим и в полуживом состоянии. Потом монтажеры это все смонтируют и можно дальше квасить. Блять, подожди, он еще выкупает то, что произошло. Смотри, раньше Юра находился в Питере. Рядом были все друзья. Сейчас он приехал в Сербию и там по сути вообще никого нет. Ну то есть абсолютно никого. Какой ты хочешь от него увидеть контент? Какой ты хочешь вайп? Человек сейчас переехал вообще в другую страну из-за ситуации. И сидит, пытается хотя бы как-то найти себя. Что у него сейчас есть, кроме, получается, какого-то канала, какого-то контента банального, который он, кстати, снимал и до этого. Просто разбавлялся очень сильно, потому что у него были друзья рядом. Он сейчас ни с кем не может снимать то, что было раньше. Но это спокойно может вернуться назад, если вдруг, не знаю, он в Питер вернется условно. Опять друзья. И друзья переедут к нему, приедут. Так что я не знаю, что это с аналитикой, она максимально предвзятая. Как бы с тем, что проблему Хованского с алкоголем, это я не отрицаю. Алкоголь это плохо. Но лишний вес, ну блять, лишний вес нахуй появляется не из алкоголя нахуй, а из сидячего образа жизни, что по сути подтверждает мои слова, комната папчи, сказать, как будто, и вредной пище. Если бы это так работало, то что все бы алкаши, нахуй, бомжи, они были бы нахуй вот такие же упитанные, как Хованский. Но это не так. Блять, ну я не понимаю, типа пауэр-мафия нахуй. Ну и то он просто рассказывает так, как будто шарит за спорт. Но если человек шарит за спорт, он должен понимать, как работает вообще вот подобная хуйня. Не знаю, у меня вот дедушка, он был, блять, жесточайшим алкоголиком, к сожалению. Ну то есть он пил. Но он всегда был суперспортивный. У него сейчас немалая аудитория в виде постоянных зрителей. Так что это необязательно, это вообще необязательно. Видим, что падение на самое дно, это никак не отменяет. Кто-то его смотрит, чтобы... Не, ну блять, чувак, у него постоянно, короче, он крышет, у него пресс, он спортивный. Ну он крышет, знаешь, как он пьет, и дальше там начинает работать в деревне, там нахуй постоянно дрова колет, что-то делает на грядке, постоянно в движении, и бухает. Вы просто поуграть с его шуточек. Кто-то, как в случае с Емельяненко, смотрит, потому что узнает в нем себя. А кто-то, опять же, как и в случае с Емельяненко, просто наблюдает... Не, не обязательно, но клубовой влияет на без. В любом случае, не настолько кратично, как в случае с Хованским. Ну, по нему. То есть я, блять, уверен, что если бы Хованский исключительно вот чисто в сухую бухал, то он бы и так не разжирел. Это как Хова сбухивается и деградирует. И не стоит недооценивать значимость последней категории людей. У меня, по сути, все выпуски про Емелю на этом держатся. Люди просто заходят, чтобы лицезреть, как успешный боец превращается в старую развалину. Хованский, конечно, еще до такого состояния не добухался, как пьяный мастер. Пока еще может что-то там записывать с помощью своей команды и выкладывать. Но, опять же, это все до поры до времени. Ранее Емеля тоже мог что-то делать. А сейчас, кроме поглощения горючки, уже ничего не сможет сделать. Сейчас Хованскому барабанная дробь всего 33 года. Выглядит он... Ну, кстати, да, на 33 он вообще не выглядит. Он выглядит лет на 40-50, это правда. Выглядит он прям вообще... ...не намного лучше, чем 70-летняя бабка. Тут не факт, что с такими вот алкомарафонами он вообще сможет дотянуть до такого возраста, что Емеля. Все-таки у пьяного мастера печень железная. И чтобы ее прожечь, надо очень много топлива в нее залить. Хотя, финальная стадия в его случае уже близка. Хованский же пока еще сможет некоторое время протянуть. У него еще есть шанс преодолеть эту проблему. Не самостоятельно, конечно. Так, подожди. То есть, блять, алкоголь дохуя калорийный, да? Ну, хорошо, сколько получается калорий, блять, в одной бутылке пива? Калорийный бутылок пива объем 0,5 составляет 200. Ну, примерно столько же. Это, кстати, очень мало на самом-то деле. То есть, ты с 200 калорий, ты типа тебя не разгандонят. Говоришь, водки дохуя калорий. 200 калорий. Вы просто охуеете, чуваки. Но расхуяривает не... Блять, вы просто очень странно рассуждаете. Алкоголь не настолько калорийный, как закуски. По Хованскому видно, что он ест, ну, где-то, не знаю, блять, такое ощущение под, блять, 3000 калорий, что овер дохуя. При седящем образе жизни. То есть, чел просто скорее всего кушает бургеры вот эти. Ну, кроме того, что, блять, калорийный, с огромным количеством жиров. Нет, гормоны, как бы, да, базару нет. Типа, если говорить про пиво, гормоны, вообще вопросов ноль. Да, но это не настолько сильно влияет, чтобы вот настолько... Все равно влияет очень сильно образ жизни сидячий. Еще, как бы, еда. Если бы он пил пиво, там и в зал ходил, даже элементарно бегал, хотя бы с друзьями гулял, он выглядел бы лучше. Мой друг расстолстел из-за пива, хотя она работала на стройке. Вообще, он бедный студент, поэтому пил пиво после работы без какой-либо закуски. Блять, ну тогда я просто не знаю, как это работает. Походу, хоза. Ситуация в любом случае лучше, чем у пьяного мастера. У меня просто, видишь, обратно есть примеры, когда люди бухают, нахуй, они худые, шо пиздец. Мастера, но, судя по его настрою, он не особо-то хочет что-то менять. Его вполне устраивает такая вот жизнь. Сохламодатели платят, причем... Да, я согласен, типа, ну, короче, мне кажется, что все мы, типа, правы, но просто суть в том, что здесь комбо. Самые разные, от легальных до лохотронских. Естественно, денег на алкашку хватает сполна, и на жрачку тоже. И можно функционировать в таком режиме некоторое время. А дальше... Такой ли до беспорта 110 весел? Ну да. Типа, а сейчас он, по сути, единственное, что я начал делать, заниматься спортом. Хотя бухает так же. Итог всем известен. А на этом пока все. Буду теперь делать разборы не только бойцов, но и блогеров тоже. Алкоголь это действительно очень серьезная проблема. Не-не, правда, алкоголь это полная хуйня. Лучше не пейте, ребят. Девочка хочет, чтоб ты сгорел нахуй. За то, что дело больное ей столько лет. А девочка хочет, чтоб ты сгорел нахуй. И стал пеплом и вчерашних сигарет. Субтитры делал DimaTorzok